Я хочу рассуждать вместе с вами на интересную тему «Кто я?» Кто я? Я думаю, что Давид, когда выходил, и здесь написано ночью, в ночное время, он смотрел, как все чудесно устроено Богом. Он говорит, когда я взираю на небеса твои, дело твоих перстов. Он видел во всем, что это рука Божия. Не просто так все вокруг. Хоть он и царь, хоть он имел все, в чем он нуждался, но он видел, что он лишь какая-то частичка в этом мире. Он выполняет определенную роль. Он говорит, что есть человек. Другими словами, даже «Кто я?» Что ты, Боже, обратил на меня внимание. И я думаю, он также говорил «Кто я?» Другие места мы можем, я не буду сейчас их перечислять. Он много говорил «Кто я?» Что ты меня заметил. Что ты меня поставил царем. Кто я, Господи? Моисей, он тоже, он услышал то повеление Божие, то, что Бог ему сказал. Он испугался, говорит «Кто я? Кто я? Кто я?» Я же никто. Я вообще, он просто представил себе всю ту миссию, которую нужно будет сделать. Он ведь был уже в Египте. Он пробовал как-то своим соплеменникам помочь. Ничем это хорошим не закончилось. Он говорит «Кто я? Кто я?» Но Бог ему говорит «Ты именно тот, кто ты должен быть. И ты пойдешь, и ты выполнишь то, что я тебе говорю. И у тебя все получится, потому что я буду с тобой». Иеремия, он подчеркивает эту же мысль о том, что в нашей жизни так важна Божья рука, Божье определение. Он говорит «Только Бог, Он знает, кто мы на самом деле. Только Бог знает то, чем мы должны заниматься. Только Бог знает то место, где мы должны быть. Какая наша миссия, какое наше служение? Только Бог знает. И то, что знает Бог, это послужит нам на добро. Я думаю, что вы согласитесь с этой мыслью, что когда человек не понимает, зачем он здесь на земле, очень много приходит проблем в жизни человека. Как много людей находятся сегодня в депрессии. Многие люди вообще, они принимают решение, я вообще не хочу больше жить. Особенно сейчас, когда ситуация в стране ухудшилась, и не только в нашей стране, во всем мире. Люди теряют работу, люди теряют вообще какую-то твердость под ногами. Они не понимают, что будет завтра, что завтрашний день принесет. И каждый человек, он нуждается в том, чтобы прозвучало какое-то Божье определение для него. Почувствовать под ногами твердое основание. Почувствовать, что я здесь не случайно, что я выполняю определенную миссию, определенное служение. Я нужен здесь, я не просто так. Прежде всего, я хотел бы в общем обратить внимание, кто я. Есть такое понятие психологии, я-концепция. Я думаю, может, вы слышали. Я-концепция. Есть такое понятие психологии. Кто я? Кто я? Это такая как бы совокупность понятий человека о самом себе. О самом себе. Как человек воспринимает сам себя в этом мире. И я-концепция, она включает в себя вот то, что наши эмоции, эмоциональная часть, то, что касается нашей самооценки. Как мы себя оцениваем? Самооценка наша. Как оцениваем мы сами себя? Иногда люди просто на самооценку нашу влияет много факторов сегодня. Если дети, то они вырастают, на них влияет оценка их родителей. Как родители оценивают детей? Что они им говорят? Какие слова дети слышат, когда они вырастают? Когда дети в школе, их оценка, самооценка, она меняется от мнения учителя. Что сказал учитель? Как много значит для ребенка, я так вспоминаю, свой школьный возраст. Как много значило для нас, что скажет для нас учитель? О нас в классе, когда мы уже в каком-то обществе находим. Как оценит нас учитель? Как много значит для нас, когда мы приходим на работу? Как оценит нас нашу работу тот работодатель, у которого мы работаем? Когда мы работаем, и мы хотим работать хорошо. Как нас оценивает тот человек, у которого мы находимся на работе? Для нас так же значит самооценка. Наша самооценка, она формируется. И для нас, конечно, должно много значить, что думает обо мне Бог. Я думаю, что это самый важный фактор. И как бы ни думали обо мне там учителя, родители даже, кто-то из работодателей. Как бы ни оценивал меня. Самая важная самооценка. Что скажет о мне Бог? Задавали ли мы такой вопрос себе сами? Как оценивает меня Бог? Что он обо мне думает вообще? Важен ли этот вопрос для меня? Как оценивает меня Бог? Как оценивает он мое внутреннее состояние, мое сердце, мои эмоции, мои слова, мои поступки? Как оценивает Бог? Сегодня в этом падшем мире, когда человек согрешил, то очень много повлияло на человека. Очень много повлияло на человека. Очень много исказилось в человеческом характере, в человеческой самооценке. Грех исказил представление самого человека о самом себе. И грех исказил представление человека о Боге. Я думаю, мы часто слышим искаженные представления о Боге. О кого-то из неверующих людей. Они представляют, что Бог где-то далеко. И пусть Он там будет, а я буду где-то тут. И человек, он отделяет себя от Бога. И происходит то, что в человеке много всего нарушается. Человеке много всего нарушается. И второе, на что я хотел обратить внимание, кто я без Бога? Кто я без Бога? Я не знаю, когда вы пришли к Богу, когда вы покаялись. Что вас побудило покаяться? Но я знаю, что во мне много всего было нарушено. Когда я услышал Божье Слово, и я пришел в церковь, оно как-то вот, как будто я пришел вот на то место, которое как раз мне и нужно. Как будто я нашел то, чего мне и не хватало. Но что было без Бога? Что было без Бога? Псалом 13 говорит «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». Представьте себе состояние человеческого общества и каждого человека. Я думаю, что мы вспоминаем самих себя. Самих себя. Образ Божий в человеке был искажен и испорчен. Мы делали добро очень каким-то особым образом. Но Бог говорит «нет делающего добро вообще». Мы думали, что мы делаем добро иногда, но на самом деле это не было добро перед Богом. И еще одно место я хочу прочитать. Оно также очень важное. Послание к римлянам, первая глава. Я не буду читать все с 28 стиха. Я думаю, вы знаете эти места. Послание к римлянам, первая глава, с 28 стиха. «Так как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия и так дальше. Так как они не заботились иметь Бога в разуме». Это именно та точка, которая является переломной точкой в жизни каждого человека. И нам пишут, я участвую в служении интернет-миссионерства, приходят письма от людей, от молодых людей. Здесь выше пишется, что люди, даже исказилось понятие мальчики, девочки, мужчина, женщина, исказилось понятие человека о самом себе. И сегодня это точно так же искаженное представление. Пишет девочка, она говорит, я вообще пансексуалка. Или еще что-то. Она пишет, вообще у людей, у подростков, особенно в молодых людей, искажается представление о самом себе. Как ты сегодня сам о себе думаешь? Как ты представляешь себя? Кто ты есть сегодня? Если нету Бога в твоем сердце, нету Божьего Слова в твоей жизни, то твое представление о самом себе будет неправильным. Только в Боге, только в Боге мы можем иметь правильное представление. Следующее, что я хотел бы обратить внимание, кто я в Боге? Кто я в Боге? Здесь мы читали Много мест Писания. Первое место я хотел бы прочитать Послание к Ефесянам. Пятая глава, семнадцатый стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Кто я без Бога? Мы перед этим говорили. Самое печальное, что человек говорит «я сам». Я сам по себе. Я сам всего добьюсь. У меня все получится. Я сам по себе. Самое печальное, что может быть у человека, когда он сирота, когда нету родителей, когда нету, когда ребенок, он сам по себе растет. Это самое печальное, когда человек, имея Бога как Творца, он говорит «я сам по себе». Я сам по себе. Он отделяет себя полностью от Бога. Но совсем все меняется, когда человек приходит к Богу, и он говорит «Господь, Ты мой Бог». Ты мой Бог. И здесь апостол Павел, он говорит «познавайте, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». И воля Божья, она разделяется на общую волю Божью и индивидуальную волю Божью. Общая воля Божья – это Бог говорит, желает, чтобы все люди спаслись. Бог написано, что ныне Бог повелевает людям всем, повсюду покаяться. Вот это общая воля Божья. Написано, что Бог желает, чтобы все люди спаслись. То есть самое первое, что важно для человека сегодня, слыша Божье Слово, и найти себя. Кто я перед Богом? Если я не имею вот этих отношений с Богом, если я живу, не понимаю, зачем я живу, то сегодня есть возможность обрести этот смысл в своей жизни, прийти к Богу, как к своему Творцу, и сказать, что я не хочу больше жить сам, я не хочу быть где-то, не понимая, зачем я живу. Для каждого человека сегодня очень важно найти себя, найти себя в Божьей воле. Написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Бог очень сильно возлюбил каждого из нас. Бог возлюбил нас настолько, что отдал Своего Сына. И Он точно так же, Он хочет иметь участие в нашей жизни. Порой интересное место Писания, я хочу его прочитать, Иакова, вы его знаете. Четвертая глава Иакова. С тринадцатого стиха. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год, будем торговать, получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». Иаков здесь говорит уже проблему верующих людей. То есть мы говорили, неверующие люди порой отделяют себя от Бога и решают свою жизнь. «Я сам, я хочу, я вот так вот, как я хочу, я так и буду». Но верующие люди бывают то же самое. И довольно-таки важные вопросы люди берут в свои руки. Какой пример можно привести? Я думаю, молодые люди сегодня думают, как создать семью. И я слышал такое мнение, «Вы дружите друг с другом, как-то дружите». Вот не подружились, значит, вы друг другу не подходите. Это обман дьявола, который сегодня даже порой звучит. Писание не говорит про дружбу. Писание не говорит, чтобы молодые люди друг друга как-то пробовали, проверяли до свадьбы. Не говорит об этом вообще никак. Вы не найдете ни одного места в Писании, где было бы написано про дружбу противоположных полов. Но с самого начала говорится, что Бог привел Еву к Адаму и сказал, вот она. И Адам говорит, вот это плоть от плоти моей кости, от кости моей. И вот она будет называться женою, потому что взята от мужа. Много мест в Писании, которые говорят, что молились мужи Божьи, чтобы действительно Божье было устройство в этом. И молодые люди сегодня, вы можете сами выбирать, вы можете сами выбирать, что и как вам делать. Вы можете сами говорить, да вот я, мне понравилось, я буду жениться. Мне понравился, и я выйду замуж. А вы спросили у Бога, что Бог думает об этом. Бог глубже смотрит, вы видите внешность человека, а Бог видит сердце, Бог видит, что будет дальше. Сколько вы проживете вместе, будете ли вы счастливы. И в действительности молодые люди, сегодня вам важно этот вопрос и другие вопросы решать с Богом. Иаков говорит, мы бывает по своей надменности числавимся. То есть мы, я сам, я сам. Если сегодня вот вы, может быть, в таком решении, я сам, я сам что-то делаю, то нужно в этом покаяться. Потому что порой мы сами, когда мы сами действительно, мы можем прийти к печальному какому-то завершению. И мы понимаем, что это мы сами. Я думаю, мы вспоминаем некоторые ситуации, когда мы действительно сами что-то делали. И есть сравнение, когда мы с Богом что-то делали. Только Бог может указать истинное призвание человека. Какая миссия каждого из нас? Написано, мы читали книги Иеремии, «Только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Только я знаю намерения, какие имею о вас». Если мы посмотрим вокруг, как все чудесно создано, даже на одном и том же дереве вы не найдете одинаковых листочков. Каждый листочек, он имеет разную форму, разную структуру листика. На одном и том же вы не найдете одинаковых. Каждый из нас, индивидуальность, и каждого из нас Бог создал и предназначил для какой-то особой цели, для какой-то особой миссии. И мы действительно, бывает, слышим, вот этот действительно врач от Бога, или вот этот водитель от Бога, или еще кто-то там, какое-то качество в человеке, и он действительно от Бога. Он на своем месте. Есть такое выражение, не садитесь не в свои сани. Если мы сели не на свое место, кстати, вы на свое место сегодня сели, вот когда вы пришли в зал. Как вы думаете, вы на своем месте сидите? А почему вы так решили? Просто оно вам подходит. Но это не значит, что вы сели вот именно вот там вот. Так нельзя сказать. Да, это самое правильное место, согласен, что вы в Доме Божьем. Такое есть место. Вы правильно сделали, что пришли. Хорошо сделали, что пришли. Я не об этом. У каждого из нас написано, как живые камни. Устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. Каждый из нас предусмотрено какое-то особое служение, какое-то особое дарование. И если это дарование, оно не служит Богу, то церковь тоже в ущербе. И вы в ущербе, потому что вы не на своем месте. Вы не выполняете то, для чего вы предназначены Богом. Каждому из нас нужно задаться сегодня целью, выполняю ли я то, что предназначил для меня Бог. У нас не будет в сердце покоя. Мы будем чувствовать какой-то дискомфорт, пока мы не займем вот это место, которое для нас предназначено. И в церкви не просто мы пришли и ушли, не просто мы заняли место в зале, посидели на нем и вышли. А какая на вас нагрузка сегодня? Когда вместо строения Божьего, когда вы посмотрите на дом, у него каждый кирпичик, он несет какую-то нагрузку. Чем ниже кирпич, тем больше на нем нагрузка. Не только на братьев-проповедников должна держаться церковь, не только они должны нанести нагрузку. Но каждый из нас должен понимать, что я не просто так в церкви, я не просто так пришел и ушел, я не просто так сегодня вообще живу. Но для меня есть особая миссия, и только Бог ее знает, что я должен исполнить. И если я не исполню той миссии, которая для меня возложена на меня, то что я скажу Богу? Господь спас меня, Господь нашел меня, Господь привел меня в церковь. Не просто так. Он не просто так это сделал. Как много людей вокруг, посмотрите, как они живут. Я недавно услышал сегодня статистику, 20% населения земли только кушает нормально. Слышали вы такое или нет? 80% они даже не знают, что такое нормальная пища и нормальная еда. Они не знают, что такое нормально жить. 80% населения земли. Благодарите Бога, что вы живете на Украине. Я себе это говорю. Давайте будем благодарны Богу, что мы живем на Украине, что у нас есть хлеб. 20% только кушает нормально. А сколько людей сегодня не знает Бога вокруг нас? И сколько могут узнать в зависимости от того, на своем ли мы месте сегодня? Мы говорили сегодня, кто я, кто я? Кто я? Мы имеем свое собственное представление о себе. У нас может быть искаженное представление о себе, если мы сегодня живем без Бога. Если мы где-то отошли от Бога, наше представление меняется о самом себе, о Боге наше представление меняется. Мы искаженно видим окружающий наш мир. Кто я? Только с Богом в действительности я могу найти себя. Кто я на самом деле? Для чего я живу? Какое мое предназначение? Только с Богом у меня все получится. Павел говорит, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я все могу. А без Бога можно сказать, я ничего не могу, так как должно. Если сегодня среди нас есть те, которые не знают Бога, которые вы пришли сегодня, вы слышите, ну что-то говорят про Бога. Вы слышите первый раз. Или вы понимаете, что кто я? Вы, может, не задавали таким вопросом. Не понимаете, откуда депрессии, какие-то нервозности, какое-то такое состояние. Я не понимаю, зачем живу. Нет устройства в семье, нет устройства на работе. Вот все как бы не так, как надо. То это время для вас. Вы можете выйти вперед, вы можете покаяться, попросить, чтобы Бог вас простил. И чтобы действительно смысл Божьей жизни, Он пришел в вашу жизнь. Чтобы вы поняли, зачем вы живете, зачем вы существуете. Бог имеет для вас самый лучший план. Если мы сегодня, как христиане, мы где-то оставили Бога в стороне. И в действительности Бог ждет, а когда мы придем к Нему, когда мы зададимся вопросом, Господи, а что есть Твоя воля в моей жизни? А вот это я правильно делаю или нет? Может, Бог ждет действительно от нас сегодня вот таких отношений, чтобы мы пришли к Нему как к Отцу. Кстати, родителям очень приятно, когда их спрашивают дети. Они просто что-то натворят, а потом приходят, папа, я вот такое вот сделал. Родителям очень приятно, дети, когда родители у вас есть, то цените ваших родителей и приходите к ним, спрашивайте. Даже если они в преклонном возрасте, спрашивайте их. Родителям очень приятно. И это приятно Богу, когда мы задаемся вопросом, Господи, что мне делать вот тут? Что мне проповедовать сегодня? Какой стих мне подготовить? Какую песню спеть? Написано, все у вас да будет к назиданию. Я думаю, когда назидание, вот это духовное строение, оно выполняется, когда мы каждый на своем месте выполняем предназначение Божие. Давайте мы встанем, помолимся об этом. Кто хочет покаяться, есть время сейчас, во время молитвы, вы можете выйти вперед и покаяться, попросить Божьего прощения. И мы помолимся, чтобы Господь нам помог быть на своем месте, исполнить, исполнять предназначение, которое имеет для нас Бог. Помолимся.